Тушение условного возгорания автомобиля и деблокирование из него пострадавшего – одно из заданий, которые ежегодно отрабатывают спасатели в ходе учений. Однако на этот раз сценарий был максимально приближен к реальности с психологической точки зрения – паника пострадавшего и постоянно мешающие спасателям очевидцы. Сложность учения придает и тот факт, что в них задействованы спасатели из разных отрядов МЧС. До этого они ни разу не работали вместе. Тактику каждый отрабатывает на тренировках по-своему, а здесь спасателям необходимо настроиться на единое дыхание, грамотно, чётко и слаженно выполнять поставленные задачи. На учениях задействованы и специалисты Ростовского центра экстренной психологической помощи. Это по сути обучение. Поэтому время сутки даётся. И в течение этих суток со своими руководителями, которые назначены здесь уже на месте, сводных групп, они отрабатывают эти приёмы и навыки работы в подобных условиях. В ходе учений отмечаются ошибки. В ходе итогового брифинга в конце проведения учений, где будут доведены ошибки, рекомендации, ну и сделаны выводы на будущее. Спасатели отрабатывают также свои действия при ликвидации последствий техногенов АЧС. По сценарию, вследствие землетрясения произошло обрушение здания. Проводится эвакуация и поиск пострадавших. Спасатели работают на двух объектах. На одном необходимо отключить ток и газ и проникнуть внутрь здания по завалам. В другом требуется помощь кинологов. И здесь важную миссию выполняют в собаке. Нам необходимо организовать доступ в здание, провести разведку. Собаку одеваем, потому что вход через первый этаж блокирован. Будем подниматься по лестнице для того, чтобы собака поднялась и была осуществлен в поиск применения служебной собаки. Собака по кличке «Мафия» не в первый раз поднимается на высоту. Она регулярно проходит обучение на специальных курсах дрессировки и участвует в учениях. В реальности работать в завалах этой собаке пока не приходилось. А вот в ликвидации природных ЧАЭС и поиске пропавших людей опыт есть. Сертификационные испытания успешно прошли 36 кинологических расчётов. Это отряды из Сочи, Краснодарского и Ставропольского края Казани, а также Южного конно-кинологического и Донского спасцентров. С задачами также справились и другие службы МЧС России. Завтра пройдут учения по ликвидации ЧАЭС в природной среде. Спасатели выполняют задания в горно-лесной местности, пещере и на скальных участках.